Это совсем не то, что вам покажется. Они пели, танцевали, еще кричали, раскладывали камни, играли в теннис и надевали маски. Одесские перформеры устроили необычное представление в центре города. Своими действиями всколыхнули жильцов, прохожих, сотрудников арт-центра и нашу съемочную группу. Они раскладывают карематы, садятся в круг и молчат. После достают календари, отрывают страницы и аккуратно раскладывают их на асфальте, прикрывая камнями. Часть кладут под ноги прохожим и зрителям. Это не секта и не тайное общество. Это участники театра танца у Вимкнани со своим новым проектом. Я понимаю, что это попытка упорядочить хаос, в котором мы живем, хотя это выглядит весьма хаотично. Возникает какое-то ощущение какой-то особенной миссии собственной. Дальше заходим в здание на Бунина 12. Участники перформанса толпятся в узких коридорах. Толкают друг друга и зрителей. И что-то кричат. Человек дан себе только чувственно. Из помещения арт-центра мы попадаем в нежилой двор. Здесь стройматериалы, тачки, доски и всякий инвентарь. Участники действа ложатся на скамейки и на пол, прислоняются к стенам и обнимают водосточные трубы. Передвигают предметы и при этом молчат. Что все это значит, рассказывают уже после. Это попытка почувствовать окружающую среду, либо через прикосновение рук, прикосновение тела, либо через просто взгляд из той точки, в которой ты стоишь, в том состоянии, в котором ты стоишь. И каждый момент времени, и каждый раз, даже подходя к одной и той же вещи, к одному и тому же месту, это по-разному. Дальше они отправляются в подъезд, увлекая за собой зрителей. Выходят на улицу и снова попадают в помещение арт-центра, уже с другой стороны. Здесь начинается увлекательное и странное путешествие по кабинетам и коридорам. Мы в какой-то момент стали этим зданием, стали этими стенами, стали мыслями этого дома. Начинаешь ощущать мир через этот объект, как бы он ощутил этот мир, окружающий его. Это очень как бы мозголомательно, то есть мозг сдается и не может понять, что вообще происходит. И тут проблеск восприятия. И вот это чистое восприятие, это чистый креатив, вот то, зачем я, собственно говоря, сюда пришел. Зритель становится и наблюдателем, и участником. Организатор перформанса Марина Лымарь – балетмистер, режиссер, импровизатор. Она называет это искусством вовлечения. Нам очень хочется исследовать собственное тело и воздаем отношения с пространством, со временем. Это и провокация, и вызов. По словам участников, для каждого этот проект – возможность почувствовать и открыть в себе что-то новое. Завершается все в темной комнате. Здесь и зрители, и участники надевают маски и ищут друг друга на ощупь. Чтобы создать этот проект, участники театра танца потратили 80 часов. И говорят, что все это стоило потраченного времени. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.